Добрый день друзья. Вот заехал в этот магазин, о котором не так давно я вам докладывал. Это тот случай, когда дедушка и бабушка уже не хотят и не могут продолжать это дело ввиду возраста, болезни. Вот, а внучок желанием не горит. И перспектива всего этого в скором, я надеюсь, в скором будущем будет большая распродажа. Поэтому в таких случаях, несмотря на то, что я оставил здесь свои координаты, но, как мой опыт подсказывает, все-таки надо нет-нет сюда заезжать, как бы держать это дело на спусковом крючке, потому что первые сливки, чтобы не сняли, как в предыдущем случае, без меня. Вот он, этот внучок. У каждого свои мечты, у каждого свои планы. Антиквальный магазин в его планы не входит. Об этом мы уже с вами дискутировали, говорили. Пусть это будет так, как будет. Ну, а мы все-таки, несмотря ни на что, несмотря на сложную политическую обстановку, о которой мы с вами недавно так жарко дискутировали, несмотря ни на что, мое твердое убеждение в том, что красота спасет мир. Вот. И я все-таки, пусть не в таких объемах, как раньше, но продолжаю покупать и в личную коллекцию материал, и так худо-бедно на продажу тоже. Все-таки я проберусь в эту потайную здесь часть этого дома. Проникну на второй этаж. Обязательно вам засниму. Вот сюда, где больше, чем уверен, находится самое сокровенное, самое дорогое из выставленного на продажу здесь. В этой вот передней части всегда как бы шурум-бурум стоит. Всегда для таких посетителей. Самое дорогое, самое это находится в дальних комнатах. Вот не прозевать этот сладкий миг победы, когда можно будет туда проникнуть. Вот. Итак, в продолжение нашей темы, как я уже говорил, тут необходимо для себя решить вопрос, кем мы хотим быть? Поедателями гамбургеров, владельцами кроссовок и телефонов? Или все-таки мы хотим сохранить себя как гомо-сапиенс и разбираться в искусстве, разбираться в прекрасном, продолжать жить и радоваться жизни? Тем более, что на этом все можно заработать и заработать неплохо. Часы такие большие, массивные, каминные. У меня такие тоже есть. Ну и дополнение к ним у меня еще канделябры с двух сторон, которые еще больше, чем эти часы. Вообще, недавно имел счастье послушать интервью со знаменитым российским коллекционером Михаилом Перченко. Вообще, конечно, с такими людьми слушал бы и слушал. Это кладезь знаний, кладезь опыта. И вот, в частности, он про коллекционеров говорил, разбил их на три категории он. Первый – это коллекционеры в классическом понимании этого слова, такими, какими они должны быть. Вторые – это интерьерщики. Это те, кто покупают вещи такие статусные, и чтобы интерьер поставить, чтобы похвастаться перед своими друзьями, коллегами. И следующая категория, самые опасные, которые все портят, как он сказал, – это инвесторы. Те, которые покупают антиквариат, как вложение денег, как способ сохранения денег, как способ зарабатывания денег. Про современное искусство он очень интересно сказал. Он сказал, что в нем не разбирается никто, в нем невозможно разбираться, потому что главный критерий оценки искусства – это время. Вот когда пройдет время определенное, не только тогда, про те картины, про то искусство, которое сейчас на суд вынесено, только тогда можно по нему будет действительно судить, является это искусством, либо не является. Ну и далее, самая интересная часть его диалога, которая посвящена молодым коллекционерам. Меня в последнее время очень многие спрашивают, как, с чего начать. И все, наверное, они мои видео не смотрели на этот счет. Но если не слушали меня, то подслушайте вот такого авторитетного человека, который говорит, что первый этап в коллекционировании, первый этап называется накопление жира. Когда необходимо покупать все, что ниже рынка в 4-5 раз. То есть, вот именно вот такие случаи на развалах, где-то на распродажах, независимо от того направления, которое вам ближе к сердцу, и все, покупать, собственно, все, что дешево. Я тоже про это всегда говорил. Потом это все приводится в порядок, это все систематизируется, это как-то реставрируется, это как-то чистится, это начищается, придается этому товарный вид. И следующий этап – это продажа всего этого. То есть, как он сказал, накопление жирка. Потом уже на эти деньги, вырученные от продажи, покупаются уже для себя, для коллекции. Начинается собирательство, коллекционирование. Вот. И только через лет 10, не раньше, эта коллекция начинает себя кормить. Вот. Потом идет уже не количественное, а качественное накопление. Вот это уже такой заключительный этап, когда коллекция чистится, вычищается. Вот мы приблизились, где Мэйсон стоит. По клейму, я не знаю, надо посмотреть в каталоге, по-моему, это 50-е года. Здесь очень много его, если кого-то интересует, говорите, будем в этом направлении работать. Вот. И так, значит, как он сказал, как я его сейчас цитирую, вот, завершающий этап, это шлифовка своей коллекции, когда какие-то образцы оттуда изымаются, которые не лежит душа, либо которые уже себя изжили для вашей коллекции. Они распродаются, они продаются, и на эти деньги покупаются, может быть, даже несколько экземпляров продаются, и вместо этих двух, трех, четырех экземпляров покрупается супер какой-то дорогой для себя уже в коллекцию. Вот. Ибо, как он сказал, коллекция определяется не количеством, коллекция определяется качеством. Вот. Интересные, конечно, такие интервью, я их обожаю. Они и знания отдают, они им таким мотивационным подспорьем служат. Ну, а сегодня у нас очередная такая глубинная тыловая разведка, как говорится, чтобы определиться в формате, что здесь имеется, что нам предстоит. Вот. И если, конечно, что-то особенно ценное такое встретится, то, конечно, мы обязательно купим. Ну, и вообще сегодня мы по-любому что-то купим, потому что просто так приходить и шариться, как я это не люблю, во-первых. Ну, и во-вторых, надо расположить к себе человека, чтобы они знали, что здесь намерения у нас, как говорится, серьезные. Ну, а приходить изо дня в день, перебирать товары, уходить ни с чем, конечно, это не для нас, это не серьезно. Интересно, к этой бабушке-владелице этого магазина пришла подружка, тоже пожилая женщина, и они сидят здесь вот за углом, пьют кофеек и сетуют про жизнь в Германии. Вот. Что жизнь другая стала, что жизнь стала тяжелее. Потихоньку так, чтобы я не слышал, поэтому, чтобы их не смущать, я как бы туда заходить не буду. Ну, а мы будем ждать своего часа, и когда он наступит, мы часть биткоинов продадим, приедем сюда и закупимся материальной культурой, как говорится. Ну, а сегодня, по-любому, я что-то куплю, и в конце передачи вам обязательно покажу свои покупки. Как я понял ситуацию на сегодняшний день, что пока ни эта бабушка-супруга-хозяина, ни этот внучок неуполномочены пускать к самому сокровенному. Вот. И пока все вот крутится здесь вокруг вот этих вот недорогих таких, неэксклюзивных предметов. На этот счет надо бы или с хозяином встретиться, или выждать момент, когда они окончательно созреют. Но пока я понял так, что они неуполномочены. Видел здесь в закутке большой стеллаж с моделями коллекционными машинок. Причем самый такой ходовой размер 1 к 43, это 13 сантиметров. Это наиболее любимые коллекционерами. Вот, как мы знаем, 1,8-7, 1,120, это маленькие, которые пришли с моделирования этого, самолетиков, этих поездов. А вот эти вот модели являются самыми любимыми. Есть они недорогие, массовая такая штамповка. Есть дорогие, которые мало тиражным были выпущены, детализация у них хорошая, открываются там капоты, двери и прочее. И есть очень дорогие, это штучные. Здесь вот в стеллаже много их там стоит. В многочисленных витринах много резьбы по кости в том числе. Резьба по кости, конечно, меня завораживает. На первом месте, конечно, это Китай. Они всегда придерживались принципа максимального усложнения конструкции. Поэтому у них самые такие сложные, самые интересные вещи. Япония, их нетские, это жемчужина, резьбы по дереву, по кости. Чукотская резьба, в основном такая гравировка на клыках моржа. Индия, страна слонов, у них древние такие традиции тоже наравне с ювелирными изделиями. Ценятся изделия резьбы из Индии. Тобольские умельцы нашего Тобольска в 17 веке, там были в 1700-х годах, там были шведские пленные, которые, собственно, начали это ремесло лет через сто туда. Поляки пленные начали попадать, они внесли свою лепту. Холмогорская школа из Новгорода тоже знаменита тем, что материала там было много, но и, соответственно, суда, которые в Европу ходили, сбытно лаживали. Поэтому в Холмогорах тоже хорошие резчики. Это датский порцелан зданий. Тоже много у него здесь. На коротке по-быстрому заглянем в этот закуток, погнем бабушек немножко. Вот отсюда я уже кое-что забрал, покажу вам в конце передачи. Но, вообще, материала, конечно, здесь много, копаться и копаться. Книг у него много, альбомов. По графике все это надо будет нам с вами проработать. Конечно, забрал я эти часы. Немного их помыл, хотя было непросто. Все цветочки, все целое. Конечно, это чисто оригинал Дрезден. Эмалевый циферблат. Все в сборе. Ключи, задняя крышка. Я специально снял, чтобы показать механизм. Вот. Это Дрезденская мануфактура. С 1870-х годов она существует. В живописном подместе города Дрезден. Замечательный город. К сожалению, был разрушен. Только Петр Великий был четыре раза в Дрездене. Чайковский, Рахманина, Шостакович, Достоевский, Толстой. Другие люди были в этом городе. После известной бомбардировки в 1945 году Дрезден был растерт, в принципе, с лица земли. Но мануфактура по счастливой случайности не пострадала. И самое, что интересно, что, собственно, я узнал относительно недавно, что принадлежит она русскому предпринимателю российскому. Арминак Агабабян, уважаемый человек, академик, является владельцем вот этой вот Дрезденской мануфактуры, которая до сих пор успешно существует. Если мы видим какие-то изделия, вот с такими вот рюшечками, цветочками, все, то первое, что на ум приходит, это мануфактура Дрезден. Вот такие вот часики, забрал их за 220 евро. Не устоял. Следующая вот такая вот вещица, смотрите. Вот, раскладывается. Раскладывается и получается у нас вот такая вот картина. Это китайская живопись на шелке. Не путать ее с китайскими вышиваниями. Вот, здесь два сокровища, как говорится, в одном. Первое, это китайский шелк, вот этот знаменитый. Трехтысячелетняя история его создания. Это тутовый шелкопряд, без добавления крахмала. Поэтому очень большая живучесть вот этих вот произведений. Рисунки наносятся с помощью натуральных пигментов, минералов, красок на клею. Добавляется киноварь, азурит, что добавляет особую яркость. Вот здесь вот немного реставрация не совсем удачная. Вот эти вот иероглифы не удалось пока расшифровать. Где-то с 60-х годов Шанхайская Академия Изящных Искусств взяла курс на возобновление этого вида народно-декоративного или прикладного искусства. Я так предполагаю, что именно вот эта вот работа на где-то годов 50-х, 60-х. Вот куда-то монахи собрались, наверное, в свой этот монастырь. Вот замечательная работа. Ну, взял ее за 15 евро. Китайская живопись на шелке. Делается она на свитках. Еще она прозрачная, тогда на свет смотрится, когда ролик раскатываешь с этим шелком. Конечно, более она так зрелищна, нежели когда вот наклеена на основу. Ну, и эта вещь такая, конечно, тоже замечательная. Следующее приобретение – это в мою коллекцию 5 икон металлопластики. Начнем давайте вот с этого киотного креста. Взял его за 30 евро. Тут вот сквозная такая дырка. Вот, значит, здесь он был замолен. И кое-где гравером как бы немного образы здесь освежены. Но не самым лучшим образом. Вот, значит, здесь такой вопрос возникает для российских коллекционеров. Это уже считается неколлекционный предмет. Но у нас в Германии это считается реставрацией. Вот, и даже на музейном уровне подобные работы хранятся. Я придерживаюсь тоже этой теории, почему, допустим, деревянные иконы подлежат восстановлению, реставрации, потом помещаются в коллекции и в музеи. Почему это нельзя делать с металлопластикой, собственно. Как видим, здесь немного расходятся. Может быть, объясняется тем, что в России все-таки выбор немного побольше, а в Германии такого выбора нет. Но я придерживаюсь и этой версии. В принципе, себе в коллекцию подобные иконы помещаю. Вот Богоматерь Всех Скорбящих. Отличная иконка в эмале. Вот они размещены на таких вот этих постерах в рамке. Россия, 18 век. Но я думаю, все-таки, что это 19-й. Ольга Райнболь, Пав Бонн, Остерн. Это 1994-й год. Приобрел коллекционер в свою коллекцию. Вот. Воскресение Христова. Сошедствие в ад. Замечательная работа. Вот здесь тоже в 1994-м году приобретено. Написано от Ивана Бетчева. Знаменитый очень эксперт. Он официальный эксперт по русской иконе в Германии. Сам он родился в Болгарии. Закончил там, закончил в Боне. Искусствоведческий факультет. И является официальным экспертом по иконам. Это, значит, тот, кто этими занимается рамками. Вот тоже он поместил ее так вот в рамку. Следующее. У нас Богоматерь с Иисусом, избранными святыми. Здесь она тоже так замолена. Наверное, кое-где все-таки тоже подрезана. Скажем так, освежена. Тоже заключена в рамку. Здесь без подписи. Каждую из этих икон я приобрел за 50 евро. Это спас благое молчание. Это без эмали. Ну, неплохой такой сохран. Самая большая из всех здесь икон. Надпись. Посмотрим оборотную сторону. Да, Хрисус, Гюлькигершваген. Да. Тоже 1994 год. Русская металл и икона, 1700 год. Но здесь, по-моему, тоже немного погорячился. Я думаю, это 19 век. Вот эти 5 икон за 250 евро я приобрел. Купил. Также оставлю их в свою коллекцию. Вот эту фото я взял, как говорится, на довесок. Или 3 или 5 евро за нее отдал. Она относительно вот большая такая. Здесь интерьер. Сидит весьма обеспеченный какой-то человек. Может быть, чиновник. Может быть, купец какой-то. Несантная мебель у него. Вот здесь видим велосипед, что еще раз подчеркивает его статус. Потому что датирована она 1902 годом, май 26-го. Иметь в то время велосипед, это тоже один из статусных символов. Графика висит. Керамика. Птичка в клетке. Интересно разглядывать, конечно, интерьер. Очень люблю. Тем более формат фотографии позволяет. Это Восточное Померание. Бывшая Германия, ныне Польша. По-моему, столица Щетин, город. Это все вот это вот побережье Балтики до Калининграда. Вот этот вот район. Пусть будет в коллекции. Тоже я такие вещи не продаю. Тоже. Тоже я. Тоже.